На расхват даже без опыта работы сургутские школы приняли рекордное число молодых учителей. Это выпускники вузов, из трудового стажа у них только университетская практика. Если раньше в педагогические коллективы за год приходило порядка 70 начинающих специалистов, то в этот раз их почти в три раза больше. Чем вызвано такое масштабное кадровое обновление в городской системе образования узнавала Светлана Славкина. Вот уже больше месяца Александра Мирошникова словно в ином измерении. Здесь 24 часов в сутках катастрофически мало. Молодой педагог только привыкает к новому ритму жизни. Учиться грамотно планировать свой день оказалось сложнее всего. Признается, для начала трудового пути представляла другие испытания. Больше всего боялась того, что придут дети, у которых нет желания учиться, которые изначально будут говорить, я не хочу в школу ходить, но у меня таких хорошо, что нет детей. И боялась, знаете, работы с родителями. Думала, что родители будут бояться молодого педагога, так как мы знаем, что чаще всего выбирают учителей постарше. Но, слава богу, у меня все родители очень довольны, и мы со всеми контактируем. Вместе с Александрой в сургутские школы пришли почти 190 начинающих специалистов. В этом году особо остро система образования нуждалась в учителях. Начального звена. Ведь в городе установлен рекорд по числу первоклассников. Их более 6600. Востребованными остаются и педагоги-предметники. Самая ощутимая нехватка преподавателей математики и физики. Даже при кадровом дефиците школы стараются не снижать качество учебного процесса. Но педколлективам приходится непросто. В целом система обеспечивает реализацию программ в полном объеме. Но вместе с тем мы понимаем, что если есть вакансии выставляется, то нагрузка на учителей других распределяется несколько по-другому. Если можно было 24 часа, либо 18, как эта нагрузка, которая минимальная и оптимальная для педагога, то сегодня это до 30 часов может быть нагрузки у педагога. Удержать и поддержать вновь прибывших заинтересовано все школьное педагогическое сообщество. Поэтому условия для профессионального роста начинающим учителям стараются создать максимально комфортные. Помогают не только закрепленные наставники, но и остальной коллектив. На базе образовательных учреждений реализуется специальный проект «Школа молодого педагога». Все прижились, все, кто пришли. То есть мы с 2014 года вот как открылись и начали принимать ежегодно молодых специалистов, в том числе при поддержке Центра занятости населения. То есть в том числе они нам предлагают, также выпускников педагогических университетов. И мы вот ни с кем еще не простились. И от родителей особо никогда я не слышала никаких нареканий в сторону молодых специалистов. Обновление педсостава чуть ли не стратегическая задача для системы образования всего региона. В ближайшие годы доля молодых учителей и воспитателей должна составить 50% от всех работающих в округе педагогов. На это не раз делала акцент губернатор Югры, подчеркивая потребность в свежих идеях, креативном подходе и незамыленном взгляде на существующие проблемы. Светлана Славкина, Рашид Латыпов, Вестию Гория, Сургут.